Мюнхен, 1972 год. Первая Олимпиада Алексеева. Эта Олимпиада побила рекорды во всех отношениях. И по числу стран-участниц, и по количеству телезрителей. Их было больше миллиарда. И по новейшей технике, которой начинили все спортивные арены. Выступление Алексеева назначено на финал 5 сентября. Однако утром того дня в 4.30 на Олимпиаде происходит трагедия. Палестинские террористы расстреливают спортсменов сборной Израиля. Среди погибших в основном тяжелые атлеты и борцы. Я с этими ребятами познакомился в Швеции в 1972 году. С израильтянами? Да, со сборной Израиля. Один был с Румынии, красный. Один был негр. Тоже еврей? Да, еврей. Один был наш парень с Прокопьевска. Вывезли его в 14 лет. И всю эту команду я знал лично и тренера. И вот этих всех ребят положили. Ну, я не знаю, кто там виноват. Снайперы, которые привыкли стрелять по мишеням и по людям, это же разные вещи. Ранили одного, тот кинул гранату в самолет. И команда погибла. На следующий день Олимпиаду остановили. Все сборные мира вышли на панихиду по погибшим израильтянам. Но из Москвы приходит особое распоряжение. Советским спортсменам не выходить. К трауру не присоединяться. Трагедия была четвертого. Так, по памяти. Перенесли на шестое. Вот можете себе представить, спортсмена, который готовился выступать завтра, а ему перенесли на послезавтра. Это тройная нагрузка на нервы. Ее не выдержали многие. Баранок нахватали столько на тяжеловесы. Почему вы не пошли на ту панихиду? Да я не видел ее и не знаю про панихиду вообще ничего. Впервые раз слышу. А человеческие чувства какие-то в этот момент работали? Было жалко? Да как не жалко. Я еще раз говорю, что я всех ребят сдал лично. Прекрасные ребята. Теракт в Мюнхене. Первый и единственный в истории Олимпийских игр. Мир растерян. Многие спортсмены покидают Мюнхен.